МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире импульс. Служба новостей начинает работу в студии Евгений Галимов. В ближайшие минуты о главных событиях понедельника и прошедших выходных. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трое пациентов у нас во время прогулки на территории больницы своевольно покинули эту территорию. Агрессивный взгляд на жизнь воздух свободы плохо подействовал на пациента ПНД. Сами же дети делают другим замечания, чтобы не сорить, не мусорить. Соответственно, когда видишь, это очень радует. И потрудиться, и отдохнуть обыденные предметы превращаются в элементы благоустройства. В понедельник и пятницу у меня ежедневно спорзал. Суббота, воскресенье у меня утренние пробежочки. Без огня, а зато по-олимпийски. Новоуренгойцы бегут навстречу здоровью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свобода любой ценой в одном из домов. На Таежной накануне произошла драка. Когда в подъезд зашел посторонний, ничто не предвещало беды. Но незнакомец начал выламывать двери квартир и кидаться на людей. Оказалось, что мужчина, который затеял потасовку, буквально недавно сбежал из психоневрологического диспансера. Позже выяснилось, беглецов было трое. Все они проходили добровольное лечение, а значит, побегом их акт освобождения назвать затруднительно. Тем не менее, как показала практика, такие пациенты тоже могут быть опасны для окружающих. С очевидцами и медиками встретилась Тамара Джанхотова. Ей слово. Воскресное утро для обитателя этого дома началось не лучшим образом. Неизвестный мужчина лет 40 поднялся на второй этаж и попробовал ворваться в одну из квартир. Первая попытка не удалась. Тогда злоумышленник спустился вниз и начал ломать неустойчивые двери. Восемьце утра проснулись от крика, там кричали люди, что-то дверь ломились. Я видел, что женщина плачет и окравленный мужчина, голова у него травма. Потом обходили первую помощь, отвезли в больницу его там. Под горячую руку попали трое. У каждого травмы различной степени тяжести. Пострадавших спасла реакция соседей, которые поспешили на выручку. Главный поступок совершил Рауф. Ему удалось поймать утреннего хулигана и сдать его представителям власти. А потом я около дома видел подозреваемого мужика. И я говорю, давай за ним бегать. И остановили его там, постой поговорим, что он делает там. А я оказался и талон. Да, и потом участковый приехал, они искали его как раз. Оказалось, антигерой беспокойного воскресенья – пациент медицинского учреждения, который находится совсем неподалеку. Его забор и решетки на окнах выглядят внушительно, но не стали преградой утреннему гастролеру. Вина полностью идет в диспансеры. То есть медперсонал, все, кто дежурил в этот день. Они понесли какие наказания? Да, будет проведено служебное расследование. По данным фактам будут применены какие-то меры отношения персонала. Сегодня в психиатрическом отделении лечится 86 человек. В разном состоянии. У одних острая симптоматика, другие – в стадии выздоровления. Теоретически, любой из них может сбежать. Диспансер – учреждение хоть и закрытое, но не тюремного режима. На этой территории пациенты-диспансеры совершают прогулку. Как видите, она ограждена, но ворота открыты. Получается, при желании любой может продолжить прогулку в более интересных местах, что сделали в минувшие выходные трое человек, один из которых так быстро заявил о себе криминальным образом. Следует отметить общую быстроту реакции на происшествие. Об объеке в полицию сообщили сразу же, как только об этом стало известно. Выводы делают. Для прогулки пациентов должна быть специально огражденная территория. А пока ее нет, медики усиливают личный контроль. Тамара Джонхотова, Давид Давида Швили, Роман Чернов, Служба новостей, Импульс. Помогли потусторонние силы. Полицейские раскрыли три преступления по горячим следам. Месяц назад два новоуренгуйца и один гость города за комфортное передвижение на темно-зеленом ВАЗ-2107 заплатили по максимальному тарифу. Пострадавшие были слишком пьяны, чтобы тщательно выбирать транспорт. Сели в первую попавшуюся машину. Их не смутило даже то, что в салоне помимо водителя находился еще один человек. Когда водитель отлучался из машины, его знакомые силы отнимали у пассажиров деньги, драгоценности и мобильные телефоны. По показаниям таксиста он не знал о кражах, а когда возвращался в машину, подельник находил объяснение, почему пассажиры не дождались извозчика. Одним из подвыпивших пострадавших оказался участник битвы экстрасенсов. Он приехал в Новый Урингой на гастроли. Благодаря его способностям, говорят полицейские, преступников сразу нашли. Ущерб потерпевшим практически весь возмещен. Единственное, у нас не возмещены денежные средства, похищенные у потерпевших. Подозреваемым лицом является лицо в кавказской национальности. Предъявлено обвинение, вину признал полностью. В настоящее время дело направлено прокурору для изучения и писания утверждения обвинительного заключения. В следующем дело направлено будет суд. Цены вверх. Уже с будущего воскресенья платить за электричество придется больше, сообщает Тюменская энергосбытовая компания. В среднем тарифы вырастут на 6%. Конкретные цифры будут зависеть от нескольких факторов, в том числе наличие газовой или электрической плиты, а также от типа счетчика. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии, его номер у вас на экране. Отмечу, это первое повышение тарифов в текущем году. До того расценки были принудительно заморожены на уровне 2011-го. Грандиозные строительные планы нынешнего лета в очередной раз обсудили сегодня на аппаратном совещании. К середине сентября все запланированные работы должны быть завершены. Поэтому подрядчикам стоит поторопиться. К сожалению, отмечает глава администрации города, подготовительный этап затянулся. Упущены теплые и солнечные дни. По факту отставание от графика уже на две недели. Многое придется наверстывать. Частично к ремонтным работам уже приступили. Этим летом должны быть отремонтированы 48 объектов образования, 4 административных здания и 9 объектов культуры. Предусмотрено приобретение и установка 18 остановочных павильонов, ремонт уже имеющихся. Планируется также выполнить комплексное благоустройство в Дружбе, Юбилейном, Лимбияхе и на улице Губкина. Завершить замену инженерных сетей вдоль Ленинградского проспекта. К ямочному ремонту автомагистралей у Рингуяр Горавтодор уже приступил. Большие средства направлены на комплексное благоустройство территории муниципального образования. Проведен конкурс и с 30 июня будут закрыты улица Захаренкова и улица Сибирская на капитальный ремонт данных улиц. Спроектирована, пройдена экспертиза по подобию улицы Мира и Ленинградского проспекта. Соответственно, это заездные карманы, улучшенные автобусные остановки, заездные карманы для стоянок такси. Соответственно, в обязательном порядке для маломобильных групп это и для, так сказать, мамочек с колясками, пологие уклоны с сопряжением пешеходных тротуаров с бордюрами улиц. Значит, на данную работа будет проведено благоустройство 35 тысяч квадратных метров. Иван Костогрис подписал распоряжение о назначении заместителем главы администрации городом по вопросам градостроительства и архитектуры, организации и создания условий для осуществления строительства Андрея Валерьевича Воронова. Он работает в Новом Уренгу и с 2005 года занимал различные должности в инженерно-строительной компании. В марте 2011 года перешел на муниципальную службу в качестве начальника отдела капитального строительства, а затем начальника управления капитального строительства и архитектуры. Кому отпуск, кому работа. Новоуренгойские подростки помогают спортивному клубу «Олимп». Летнее трудоустройство – хороший способ не только завести новые знакомства и скоротать будни, но и заработать. Молодые люди содержат в чистоте роллер-дром и футбольное поле, но главное – занимаются прикладным творчеством. Именно их стараниями полисадник за городской гимназией превращается в настоящий сад загадок. Подробности у Елены Куликовой. Школьники закрашивают неопрятные надписи и ржавчину на старых мусорных баках. Нехитрая работа продлевает жизнь контейнеров, а подросткам дает возможность заработать. Одни приходят каждое утро, чтобы накопить на новые мобильные телефоны, другие ищут общение, постигают жизнь и о деньгах думают в последнюю очередь. Положить в копилку. Да. Ну для чего это же в копилку? Оставить на улице. Может помочь иметь кому-нибудь. Ну например, бездомным. Если физический труд не наказание, можно найти прелесть в любом деле, считают Александра и Ольга. Но не всех подростков на работу приводит трудолюбие. Руководители отрядов уже научились организовывать даже бездельников. К счастью, такие попадают сюда редко. И главные уроки этих рабочих недель усваивают все. Пытаюсь до всегда до мусорки дойти, что-нибудь выкинуть. А теперь еще в два раза меньше выкидываю на улице. Пусть лучше уж полежит или в руке, или в сумке, чтобы потом выбросить. Каждый день школьникам приходится убирать спортивный комплекс. Это футбольная, баскетбольная площадка и роллер-дром. Пару часов приходится работать метлами и совком. Зато после обеда трудовой день закончится и можно будет поиграть в мяч. Многие приходят потом после рабочего дня сюда играть. Футбол, волейбол. Ну и, соответственно, сами же дети делают другим замечания, чтобы не сорить, не мусорить. Соответственно, вот это вот, когда видишь, это очень радует. Складываешь все на кучки, а ты, Вика, будешь потом эти кучки собирать и складывать. Вот он этот мусор за пакет. Какой? Аккуратно. Аккуратно, ручки. Они у тебя есть. Работа не обходится без травм, но ни удачи подростки не афишируют. А еще они не сдаются. Школьники стараются спеть за руководителями, которые тоже не сидят сложа руки. И через 15 минут полисадник отдыхает от сорной травы. И красота цветов еще ярче поет о лете. Небольшой полисадник украшен не только цветами, но и молодыми деревьями. Конечно, это особое чувство своими руками дать жизнь растению, которое будет радовать новоуренгойцев еще не один год. И, пожалуй, это тот главный урок, который вынесут школьники из своей трудовой практики. И он дороже любых денег. Школьники планируют высадить здесь молодые ели. А еще надо освежить краску на площадке для роллеров. Работы хватит и тем, кто придет в трудовой отряд в июле и августе. Но провести лето здесь не значит потерять каникулы. После работы сразу домой, поиграть в компьютер, покушать, искупаться. А потом уже иду гулять сразу на пляж. У меня хватает времени на все. Закончив работу, подростки не спешат расходиться по домам. Остается, чтобы пообщаться, поделиться мыслями и настроением. За друзей и скажем лишь одно. И с нами все равно. Елена Куликова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». В память о лучших в Новом Уренгое проходят встречи по футболу среди городских команд, посвященные спортивному комментатору Николаю Озерову. В этом году в борьбу за мяч включились сборные нефтегазсервиса и торгового дома «Керама». Ежегодные игры показывают, что у команды Североуральского межрегионального управления охраны непробиваемые ворота. В субботнем матче сборная «Распана» так и не смогла забить им ни одного гола. В счет встречи 19-0 в пользу «Сумуо». Четвертьфинал, в которой выйдут две самые сильные команды, состоится 30 июня. Но судьи уже сегодня делают прогнозы. Традиционно команда «Сумуо» является в городе лидером мини-футбола. Практически 95% всех турниров выигрывает команда «Сумуо». Ну и, собственно говоря, не случайно она была приглашена в розыгрыш Кубка России по мини-футболу. То есть самые подготовленные участники, да? Да. В данном случае команда «Сумуо» одна из самых подготовленных, одна из самых, ну, профессиональных, если так можно выразиться. По всей видимости, трудно загадывать, конечно, прогнозы, неблагодарное дело. Но с большей вероятностью команда «Сумуо» в этом году опять окажется в числе, по крайней мере, призеров. Продолжение следует... В погоне за здоровьем день олимпийского бега на воуренгойце отметили на полной скорости. Участие в легкоатлетическом мероприятии приняли в этом году больше 160 любителей активного отдыха. При этом самому маленькому участнику было всего три года, самому взрослому – за 60. Каждый получил свою дистанцию и свой заряд позитива. Старты и финиши в сюжете Елены Коробко. 50 метров – дистанция для детей от 4 до 6 лет. Вопреки регламенту на нее выходят соперники и помладше. Три года – новый рекорд юности на беговой дорожке. Старт для пап и мам впереди, а пока они подбадривают маленьких олимпийцев. Давай, 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 быстрее, 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 давай, давай, молодец, молодец. Дистанция увеличивается с возрастом бегунов. Места на старте уже не хватает для всех желающих. Соперникам приходится занять вторую линию на беговой дорожке. Им требуется больше усилий, чтобы обогнать соперников на 100 метрах. Меня как-то там столкнули, я немного остановилась, пришлось как-то догонять, но не догнала. Я сначала первой бежала, потом мне две девочки отбежали. Скажи, пожалуйста, каким ты пришел? Пятой. А чего тебе не хватило, чтобы ты все-таки пришел в первой тройке? Широ. Все, не хватило. На старте все в равных условиях. Майки одинакового размера, может быть, и сидят по-разному, но не разделяют спортсменов от любителей и профи. Кто выносливее, покажет расстояние. Самая большая дистанция у нас 4 километра. Это бежит основная группа у нас, мужчины. 20 лет, от 20 до 40 лет и от 41 до 50 лет. Это основная группа, самые сильнейшие наши спортсмены побегут. Максим Абзалов с самого начала держит умеренный темп и на каждом круге обходит несколько соперников. Максим бегает летом, а зимой занимается палеотлоном и лыжным спортом. Благодаря этому он уже который год на первом месте. Всегда тяжело. Даже кажется, когда легко выиграть, все тяжело. Для женщин максимальная дистанция 2 километра. Ее представительницы прекрасного пола проходят неторопливо. Догоняй, 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 догоняй. В своей очереди ждет самая выносливая, не раз подтверждавшая на деле стойкость группа. Те, кому за 60. У Александра Александрова практически нет конкурентов. Сегодня он побежит в группе с молодыми пенсионерами. Мужчина начал заниматься спортом только когда вышел на пенсию. Теперь физические нагрузки – смысл его жизни. В понедельник пятница у меня ежедневно спортзал. В субботу, в воскресенье у меня утренние пробежечки и занятия на слухом воздухе. Дистанция Александра меньше других бегунов по причине здоровья. Но проблемы со зрением не останавливают сильного духом и крепкого тела мужчину. Километр легкого бега – уже победа. Елена Коробко, Роман Чернов, Служба новостей, «Импульс». Главные события дня теперь в режиме онлайн. Адрес нашего сайта у вас на экране. Также созданы наши группы ВКонтакте и на Фейсбуке. А у меня на этом все. Не пропустите прогноз погоды. В студии работал Евгений Галимов. Встретимся в эфире. 26 июня в Новом Уренгое переменная облачность. Временами слабый дождь ночью, возможно гроза. Ветер северо-западный, его сила 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Днем 8-10 градусов тепла.